Так, теперь надо как-то запитать мне вентилятор и приборчик. Вот у меня со старых мобилок, смотрите, зарядки всякие есть. Ну вот это вот видно лучшее качество, больше трансформатор, управление на микросхемке. Серьезный такой блочок, но не обязательно такой мощный. Вот какой-то послабей. Ну, во-первых, надо все проверить, вот тут сгоревший, по-моему, вот резистор выгоревший. Сейчас я выберу сначала из них рабочий. Так, ну из всех вот один рабочий, самый хороший. Но опять же, ребята, он же на 5 вольт. А у нас, ну прибор-то пойдет, прибор он бы запитает, допустим, да? Хотя есть старого типа прибора, там 5 вольт надо. Он будет немножко врать. Вот тут у меня первый вольтметр. Там он привирал, ему там хотя бы 6 вольт надо было дать. Для этого пойдет, тут 3 вольта питания самого прибора. Тут стоит микросхемка на питание. Так, ну а этот надо теперь повысить нам. Ну, на 12 вольт надо для вентилятора. Поэтому разбираемся со схемой. Ну, естественно, можем повысить. Вы же в курсе, да? Тем более здесь, смотрите, в блоке, в этом, в зарядном, стоит 431 стабилитрон управляемый. Обратно связь оптопарой. Тут намного легче сделать. А в тех других схемах, там стабилитроном подбираешь. В высоковольтной части там стабилитрончик стоит. Ну ладно, мы не будем сейчас забивать этим голову. Сейчас я быстренько переделаю его. Кому интересно, то мы потом посвятим целый, целый урок сделаем. По переделке блоков питания. То есть, этих зарядных устройств автомобильных. Чтобы... Ну, блин, автомобильных намолол чепухи. Зарядников от телефонов мобильных. Сделаем... Ну, как можно менять напряжение выходное? В любом можно. У меня даже вот спринтер, смотрите. Есть вот такой, но он большой. Размер. 27 вольт здесь было. На выходе родное напряжение. Тоже стоит обратная связь. 431 стабилитрон. То есть, я там просто переменный резистор добавил. И все. И теперь у меня от 6 до 27 вольт регулировка. Видите? Всего лишь один элемент добавил. Все. И вот такие спринтеры. Не выкидывайте блоки питания. Очень классные. Он такой не слабенький, хороший. Вот это я Владику для Ямахи хочу поставить. Запитать его Ямаху. Хотя там и такого бы хватило размером. Ну, да ладно. Вот еще спринтера с какого-то. Смотрите, классный такой блочочек. Маленький, аккуратный. То есть, тоже 431 тут стоит. Стабилитрончик. И можно спокойно сделать. С регулировочкой. Вот, ребята, сколько всяких времени. Смотрите. Вот это все со старых блоков, с роутеров. Со всяких зарядок. Короче, вот так вот. Срочно всем на свалку. Насобирайте вот этих блоков. И будет вам счастье. Осталось у меня, видите, вертолетных проводов. Вот еще сколько серебряных. Ну, не буду жалеть. А то валяются уже сколько лет. Короче, буду их использовать. Единственное, эти их только надо ножичком защищать. Ни паяльником, ни зажигалкой не могу изоляцию вообще никак расплавить. Классные провода, конечно. Там, видите, внутри серебро. Сейчас вот увеличу. Смотрите, посеребренные. Похвастаюсь вам такими проводками. Вот если у вас где-то есть ненужный вертолет, можете оттуда снять эти провода. В общем, сразу решено все-таки этот блок сюда будем ставить. Поэтому здесь, смотрите, отверстие как раз есть вот. Я уже припаяю его капитально. 220 вольт, вы поняли? Я беру отсюда. Прямо с этой платы будет идти вот так. Ну, вот так здесь потом где-то закрепить. Так надо будет его. Опять же, если, допустим, сделать его до 5 ампер, всего этот блок, тогда вентилятор не нужен. Тогда не надо вот это городить ничего. И вольтметр можно запитать прямо с нашей... Вот это питание, которое мы снимаем до дросселя групповой стабилизации, запитан шим-контроллер. Там порядка 22 вольт. То есть можно прямо сейчас попробовать запитать прибор. Вдруг кому-то, допустим, не надо будет вентилятор. Чисто там для мобилок сделать такой лабораторник такой. Тогда не надо вот этого ничего будет лепить. Ну, давайте сейчас попробуем наш вольтметр запитать прямо с микросхемы. Так, и давайте померяем, убедимся, сколько здесь напряжения. Так, меряем на 12-й ноге. Вы помните, да? 12-я нога это питание микросхемы. Вот тут стоит диодик выпрямительный, конденсатор. Так, где что-то у нас? Ага, вот. 25 вольт. Видите, 25 вольт. Видно? 25. Так, а теперь, это сейчас у нас блок выдает порядка 12 вольт на выходе. Уменьшаю. Видите, падает напряжение. До минимума. Вот минимум сейчас на блоке, на блоке даже вот ноль, лампочка не светится. А 7 вольт все равно присутствует. Отлично. То есть, для вот этого блока нашего, для нашего вольтметра, он работает от 5 вольт. То есть, 7 вольт будет достаточно. Ну, давайте подкинем. Так, 25 максимум. Не сгорит же, я думаю. Сейчас посмотрим. Доташить на него, на прибор. Я не помню, сколько там можно подавать на него. По-моему, до 30 вольт. Так, и можно от 4,5 податашиту до 30 вольт подать. Давайте проверим. Да, работает все блок, хорошо. На 7 вольтах все работает. То есть, ему все равно. Так. И посмотрим, сколько забирает наш прибор. Вдруг не будет хватать для шимки, правильно? Давайте проверим. Так, 25 вольт. Уменьшаем. 7 вольт, как и было. То есть, прекрасно прибор запитан, видите? Прямо шим контроллера. И не надо ничего лепить. Все отлично работает. То есть, можно вот так. Минимум затрат пойдет у вас на блок питания. И не надо вентилятор до 5 ампер. Прекрасно работает. Не греется так сильно. Теперь еще два слова забыл сказать. Вот эта лампочка нагрузочная и сопротивление, они находятся по схеме у нас до шунта. Поэтому они не оказывают никакого влияния на измерительную часть. Так, ну классно так запитано оттуда. Даже неохота теперь прибор оттуда отпаивать. Ладно, пусть так и пока и работает. А этим я сейчас займусь. Сделаю на него вентилятор, чтобы мы могли проверить максимальное выходное напряжение сейчас. Сейчас я, короче, переделаю вот этот блок на 12 вольт. Сделаю на разъемчиках, так, чтобы было красиво все. Вот такой разъемчик с вентиляторов каких-то, видите. Надо теперь подпаять сюда хорошие проводки. Это больше всего времени, ребята, уходит на то, чтобы подготовить всякие проводки. Всякую вот эту хрень. Ну вот теперь, видите, будет такой разъемчик. Люблю вообще на разъемчиках, чтобы все было съемненькое. Так, сначала проверим, что у нас тут выдает этот блок. 5 вольт заявлено на нем. Так, включаем. 5,8. 5,8 вольта. Так. Ну все, попробуем переделать его на 12. Кстати, вентилятор, смотрите, на 5,8 вольта. Довольно-таки нормально еще и крутится. То есть, в принципе, можно даже вот так охлаждать, без переделки. И прибор бы отсюда работал нормально с этого. Ну, мы переделаем, правильно? Мы не ищем легких путей. Кстати, заодно давайте проверим теперь выходное максимальное напряжение. Какое нам блок даст. Сейчас нагрузочка небольшая, видите, висит. Так, пробуем. Вентилятор теперь не спалим. 21 вольт. 1,2 ампера. Ну, класс. Ну, опять же, ну не надо будет мне такое напряжение. Блин, лампочка зашкаливает тоже. На 12 вольт забыл убрать нагрузочную лампочку. Блин, ребята, ну вот опять комментарии куда-то убежали. И тем более, вот когда вы делаете под старым видео, еще и под чьим-то комментарием. Ну, все, невозможно найти теперь, куда оно делось, блин. Делайте все-таки под последними видео. Ну, хоть знаешь, где искать. Дальше находим цоколевку нашего стабилитрона. Видите, первая ножка нас интересует, вход. То есть управляющий электрод. Сейчас будем по нему, по плате, прямо высчитывать. И вот здесь на платке в виде минуты идут два резистора. Это делитель напряжения. Один пошел на плюс, другой на минус. Вот сейчас мы подбором этого делителя напряжения изменим выходное напряжение. Теперь, смотрите, берем просто схему любой дежурки, даже с блоков питания АТХ. То есть примерно там похожая схема. Видите, оптопара у нас есть. Вот наш 431 стабилитрон. Вот эти два резистора. То есть один к земле подтянут, видите. 4,7 кОм, а 5 кОм идет к плюсу. То есть вот этот 5 кОм, если мы сейчас увеличим, сделаем больше его сопротивления. То на выходе у нас будет стремиться больше блок выдать, правильно? Давайте сейчас попробуем это сделать. Здесь у нас МД компонент стоит. Заметьте, обычным паяльником. Мне, блин, так лень паяльную станцию доставать. Когда уже оборудую себе стол нормально. Тогда будет все под рукой. А сейчас простым паяльником. Убираем это сопротивление. То, что стояло. Задача нагреть сразу две ножки. Так, есть. Убрали. Так. Ну и теперь на это место подстроечный можно паять. А можно просто увеличивать потихоньку. Стоял на 7 кОм здесь. Нашел вот такой какой-то интересный из каких-то приборов. На 44 кОм. Вот, 503, 44. Поставим такой. Так, ребята, проверяем. Блин, насколько времени вот это отнимает. Ого, 15 вольт. Это много. Блин, в какую сторону крутить-то? Ай. Мама. Вообще. О, вот так, в эту сторону. Так, вам хоть там видно? Вы же молчите, ничего не говорите. Ага, видно. 8,15, да, уже? 8 вольт. Так. Ну вот, давайте ровно 12, да, выставим. А потом выпаяем вот это сопротивление. Ну и постоянное вместо него впаяем. Вот так пусть поработает. Посмотрим на нагрев. Там, в принципе, вентилятор не так уж много и потребляет. Ну и прибор, наверное, сюда кинул. Там еще посмотрим что-то. Ну, в общем, вот так вот. То есть вы поняли, да? Все это. Потом мы с вами будем эти блоки показывать. Покажу вам, как переделывать любую зарядку. То есть нету там проблем абсолютно никаких. Ну вот это хорошая зарядка, видите, с обратной связью через оптопару. Такой помощней тут трансформатор. Все холодненькое. Хорошая зарядка. Не помню даже с какого телефона не было на него корпуса. Так, ну ладно. Работаем дальше, да? Нам надо теперь разобраться с шунтом. Убрать мертвую зону. А, еще это. Попробуем сколько можно максимум. Но опять же, вентилятор боюсь сжечь. Увлекаться тоже не надо сильно. Сколько тут можно? Ой, это до 20 вольт можно взять. Но не нужно. Я думаю, не надо. Там может быть даже оптрон у нас. Оптопара. То есть в принципе там надо по схеме, я не помню уже как. Но по-моему она может сгореть. То есть там надо тогда менять делитель напряжения. Ну да, видите, вот у нее делитель есть. Вот оптопара. Видите, там светодиод внутри и фототранзистор. То есть тут же тоже делитель, да, устроен. Вот эта ТЛ-ка, она включает или выключает этот светодиод. А на светодиод идет делитель напряжения. То есть если сильно мы сейчас дадим, ну наверное можем сжечь вот эту оптопару. То есть в принципе вот это 12 вольт больше не надо. Ну тоже полчасика погонял. Нормально, все холодненькое. Все, теперь выпаиваем и постоянное впаяем. Ну получилось 19,5 кОм. Из этого же хлама с выпаянных резисторов, с этого же блока, вот 17,8 какой-то нашел. Резистор сейчас подкину. Так, посмотрим. 11,1. Мало, блин. 11, нет, надо все-таки чуть больше резистор подыскать. 20 кОм надо. 19,6 какой-то нашел. Это прибор так показывает. О, 12,09. Все, ребята, класс. Сказка. 19 кОм. Резистор какой-то подобрал. Там цветовая схема, неохота разбираться. Я просто прибором меряю. Понятно, прибор может немножко там брать. Ну вот, 12,09. Все, я идем дальше. Так, ну и прибор тоже подкинул. Чего он будет там висеть. Ну, класс. Все, делаем дальше. Чем удобно на разъемах. Смотрите. Подкинул. Откинул прибор. Все, у нас вентилятор в руках. Платка. Надо где-то закрепить ее теперь. То есть, вот так вот. Так, закрепил пока сюда. Классно все работает. Пока так платку накинул. Временно. Так, все, делаем шунт. Так, ну и теперь, смотрите, ребята, давайте уберем эту мертвую зону у нас по току. Значит, смотрите, у нас сейчас шунт стоит от китайского амперметра. На нем, чем больше его сопротивления было бы, тем больше мы сможем снять с него. Напряжение. Правильно? То есть, для регулировки нормальной нам по всей шкале, мы на 15-й ножке регулируем вот этим потенциометром от 0 до 5 вольт. И на 16-й ножке нам в идеале надо тоже от 0 до 5 вольт, чтобы было измерение. То есть, если блок мы сделаем, допустим, 10 ампер, он будет у нас на выходе. При 20 вольтах. Это будет 200 ваттный блок питания. То в идеале нам и надо от 0 до 10 ампер этот движок у нас будет регулировать диапазон. И в это время на 16-й ножке должно быть от 0 до 5 вольт падение на этом шунте. Вот это в идеале было бы так. Но где взять такой шунт, как подобрать? Поэтому, почему вот я и решил не трогать на этом приборчике шунт. Пусть он себе вместе в паре работает. Все отградуировано, все хорошо. Мало ли мы захотим другой еще какой-то прибор сюда воткнуть. Я хотел сделать, чтобы он не зависел вообще от схемы. Здесь у нас будет другой шунт какой-то мы можем подобрать. Ну, а из чего это подобрать? Вот у меня, смотрите, что есть. Вот такие беленькие резисторы. Керамические. Это с мониторов со старых стеклянных. Хорошо когда-то поснимал. То есть на 1 Ом тут есть. Вот такой есть какого-то прибора. Совдеповского еще. 0,1 Ома. Это, видимо, проволочный оно внутри. И этот тоже проволочный. Вот что-то сейчас с этого подберем. И посмотрим, как у нас будет меняться. То есть у нас сейчас падение на этом шунте. Давайте померяем. Так, и мерить будем на 16-й ножке. Так, ну а 16-я ножка у нас тут проводок же идет прямо вот к выходу этого шунта. Можно и тут накинуть прибор. Все равно, что мы к 16-й ноге подсоединимся. Да, что-то его приткнуть. Ага, вот за этой. Есть. Так, нагрузку кинул. Включаем. Видите, всего вот при 3,6 ампер на выходе всего лишь мы... 0,03 у нас вольта всего лишь меняется на этой ножке. Поэтому, конечно, такая мертвая зона и получается. То есть слишком низкое сопротивление шунта и нам нечего снять. Но мы можем, конечно, я рассказывал, можем мы, конечно, и здесь сделать плавную настройку. То есть сделать делитель напряжения тут на 15-й ноге. Низкоомный резистор здесь. То есть и вот этот предел вот растянуть на всю шкалу. Ну, я сейчас хочу сделать все-таки нормально. Поставим сейчас вот это беленькое сопротивление. Тем более, наверное, у каждого найдется оно, да, в хозяйстве. И посмотрим, что изменится. Так, поставил 1 Ом. 5-ваттная. Поехали. Так, 1 сотая падение. 1 сотая вольта. На шунте. Добавляем на пругу. Так, ток отпустить. О, ребята, ну вон, красиво уже. Уже 0,4, видите? 0,4 А сейчас потребляет блок. И уже 0,4 мы видим вольта падения на шунте. Давайте больше. О, так у нас и ограничения уже по всей шкале пошло работать. Да, сказка. То есть ток я сейчас добавлю. Вот давайте. 13-14 вольт, 3,5 ампера. 3,4 вольта падения на шунте. А, блин, резистор горячий, зараза. Ну, так классно, ребята. По всей шкале регулируется. Видите, мертвой зоны не стало. Ну, и классно как. Ну, зараза греется. Аж запах. А так, смотрите, как классно. И на маленьких токах, смотрите. На 0,02 даже ампера можем выставить, смотрите. Видите? 0,1 ампера. Да, ну, блин, сказка. Смотрите, как точно можем. Блин, вам там видно хоть? Да, нравится мне вот это. 1 Ом резистор, короче, надо, но помощней. Помощней. Этот сильно греется. Сейчас остыл. Ток уменьшили. Но работает сказка. То есть, видите, вот. Все, плавная регулировочка у нас. Это, посмотрите, 3,5 ампера всего сейчас на выходе. А он, ай, раскаляется довольно-таки прилично. Так, ну и смотрите, падение напряжения, видите. Вот, 3,4, пожалуйста. Ай, запах уже резистор. Выключаю. Короче, классная штука, вот. Но не пойдет нам сильно греется. Надо помощнее искать. В общем, вы поняли. Видите, как на 1 Ом. И, наверное, вот 10 А будет блок. При 20 Вольтах 10 А. Наверное, будет классно. Хотя нет. Наверное, нет. Что-то мне подсказывает нет. Надо 0,5 Ом. Ой, 0,5 Ома. Все-таки 0,5 Ома и будет вообще классно. Ну и что-то толстое. Может быть, кусок нехрома взять вместо этого нашего шунта. Ладно, сейчас поэкспериментируем. Если такую пружинку взять, похоже, с авторучки с какой-то стальной. Сейчас кислотой паяльную заложу концы. И попробуем ее вместо шунта. Так, поставил пружинку, ребята. Ставим. То есть, говорю, ставим. Пробуем. Ух ты. Неплохо. Так, неплохо. Ай, бляха. Ну она же греется. Е-мое. Аж дым пошел. Работает. Все класс. Ну, зараза, греется. Тоже неплохо. Вот как одноумное сопротивление, так же. Но при 3 А к нему не притронешься. Аж дым с нее идет. Вот сейчас смотрите. Видите? Потемнело. Фу, запахло жареным. Ведет себя как нихром. Хотя это не Нинихром. Это с авторучки с какой-то шариковой, с китайской. Короче, нифига. Слабенькая. По сопротивлению как раз. То, что нам надо. Не мерил? Как я его померю? Так. Ладно. Что-то потолще поищем. Так. А вот смотрите. С компьютерного корпуса. Железка. Знаете, тут сзади, где видеокарта. Где сзади вот эти вот. Там выламывается вот такая штука. Я сейчас тоненькую такую полосочку отрежу. И тоже заложу. Попробуем его. В принципе, ну блин, та же скрепка. Но может быть просто потоньше надо было скрепочку найти. Хотя, может этот металл китайский какой-то. Будет иметь сопротивление побольше. Так же накрутим. Так, пробуем с этим шантом. Ну, мёртвая зона появилась. Всё работает. Но так как при китайском шунте. Ну да, при этом и этот холодный. Всё нормально. Ну, у нас получается мёртвая зона. Видите, крутишь, крутишь. И до одного места. Вот только здесь. Вот только здесь работает. Всё как при том шунте. Короче, нет смысла. А если мы диод поставим с вами? На нём же, правильно, будет какое-то падение. Ну вот у нас КД-202В. А ну попробуем сейчас. Пока работает. Так, холодный. Ну давайте. 10 вольт. Ну работает, ё-моё. А ну-ка, поболее. 14 вольт. 3,5 ампера. Ну работает. Ну, раза в три лучше, чем скрепка. Вот, смотрите. Вот, видите. Всё, дальше мёртвая зона. Ну, чуть лучше, да. Ну, всё равно. То есть, можно, наверное, два диода, три там собрать. Ну, на хрена нам это всё городить, да, ребята? Когда у нас есть нормальный шунт, китайский, классный шунтяка. Значит, мы пойдём по другому пути. Будем менять схему управления на пятнадцатой ножке. То есть, будем делать там по-другому. И оставим при этом китайский шунт. Всё, впаиваю назад китайский шунт этот. Ну, давайте теперь так сделаем. Раз мы не можем шунт найти нигде на одином такой мощный, чтобы он не грелся. Давайте прогнём его под себя. Каким образом? Значит, падение у нас, напряжение там было. Всего лишь там, по-моему, при максимуме тока там мы могли 0,01, по-моему, да? 0,1 вольта мы всего могли снять, да? Ну, не помню уже точно. Маленькое напряжение снимаем на этом шунте. Ну, давайте теперь тогда и на пятнадцатой ноге сделаем с вами. Вот этот не надо резистор 10 кОм. Это с прошлой схемы остался. Вот этот не надо. Вот с пятнадцатой ножки идём, идём. Вот у нас 4,7 кОм. Сейчас этот подстроечный переменный вот этот потенциометр. А мы теперь сверху надстроим вот такой ещё делитель напряжения ещё из одного подстроечного. То есть, вот этот 5 вольт пришло вот это вот, видите? Этот провод пятивольтовый с 13-14 ноги. Питание так. И мы здесь сверху ещё поставим вот такой подстроечный и верхний предел уменьшим. То есть, в итоге у нас будет этот потенциометр, вот этот 4,7 кОм. От нуля регулировать, допустим, до 0,1 вольта. Ой, не помню, 0,9, да, по-моему, вольта, там при 10 амперах. Ну, не важно. В общем, вы поняли, да? Вот таким образом мы сейчас обманем судьбу. Пускай будет тот шунт, он у нас не греется, классно работает всё. А мы изменим на задатчики. То есть, вот этот 15-й ножка мы задаём. То напряжение, которое мы хотим поддерживать, да, на 16-й ножке. 16-е у нас измерение. То есть, измеряем падение на шунте. А 15-е это мы задаём. Вот и зададим с вами. То есть, этим мы добьёмся, чтобы вот этот регулятор у нас, 4,7 кОм, и работал во всём диапазоне. Ну, я думаю, понятно, да, вам это? Так, поставил, пробуем. Нагрузка пока небольшая, галогенка. Давайте при 12 вольтах. Пока подстроечник тут висит. Прямо на резисторе, видите, поставил. Давайте попробуем. Ой. Так. Ну вот, дальше мёртвая зона, видите, идёт. Давайте попробуем. На всю выставим. И кашляй. Резистор ещё хреновенький, подгоревший. Вот этот взял. Надо другой. О, ребята, класс. Отлично. Всё регулируется, видите. Вот так мы обманули судьбу. Всё, теперь по всему диапазону регулировка у нас проходит, видите. Ну, опять же, можно подобрать вот этот резистор, а потом впаять уже вместо него постоянный. Так вот, видите, он хреновенький постучал по нему. Подгоревшее вот тут место есть в нём. Надо хороший сейчас найти. На 10 кОм. Можно и другой. Так, класс. Отлично. Вот уже мне пойдёт для стабилитронов. Так, это слишком я загрубил, видите. 7,5 Вольта всего. Можем выдать. Чуть-чуть отпустить. Ну, 20 Вольт, 4,2 А. Так, зона появилась. Появилась зона мёртвая. Так, ну, надо хороший вот этот резистор. Тут зараза подгорела, видите. Чуть-чуть сдвинула, но зараза отходит. Ой, класс. Класс, смотрите, весь диапазон. Сказка. В общем, ладно, я сейчас найду хороший резистор подстроечный. И будет всё отлично. То есть, всё получается, как в предыдущей схеме. Видите, у нас то же самое там было. Этот же, кстати, шунт я там подпаивал. И вот мы видели, как в прошлый раз 10 кОм тут подстроечный стоял. То есть, он там всё так и остался в том блоке питания. Единственное, тут вот этот я ставил 10 кОм. Ну, можно и без него. То есть, он ничего не дал. Ну, и смотрите, ребята, мы убиваем сразу двух зачаток. Теперь у нас будет вот этот резистор. Мы его где-то на плате поставим. И можно будет выставлять порог. То есть, чтобы, допустим, не больше 3 А надо, да, выставил грубым. А потом уже на панели вот этот будет подстроечный. Или не больше 5 А. Или не больше 10 А. То есть, ну вот всё классно работает. Всё чётко. Теперь надо как-то собрать это всё в какой-то корпус, я знаю. Ну, и попробовать, сколько там он максимум даст этот блок. Потом попробую. Новенький вообще резистор, новенький, нулячий, непаянный нашёл. Так туго крутится. Сейчас подкрутим. А, кстати, нашёл на 1 кОм его. То есть, не 10, а 1 кОм. Ну, тоже не страшно. То есть, весь диапазон теперь работает. Всё классно. Видите, минимум можно 0,13 А. Шунтом, я думаю, все поняли, да? Все разобрались. То есть, проблем никаких. Ещё раз, значит, давайте с вами ещё раз посмотрим. Вот этот шунт стоит в приборе. Как стоял, так и стоит. Он нам не влияет теперь ни на что. То есть, блок сам по себе, хоть вы вообще этот прибор откинете, но только вот эти два провода, чёрный с синим, надо будет замкнуть. А то цепь разорвёте. И может сам по себе работать вообще без этого прибора. То есть, понятно с этим, да? И шунтик у нас. Остался вот этот китайский. Совершенно не греется. Толстый такой, классный. Блок холодненький абсолютно. Сейчас даже вентилятор на него не обдувал. 4 А было. Так, вообще всё холодное. Значит, 4 А было при 12 В. Ну, он гораздо больше даёт. То есть, вы поняли, да? Как вообще было указано мощность блока. Мощность была этого блока 200 В. 200 В. Значит, он должен давать 20 А, да? Получается при 10 В. Ну, это брехня, конечно, не даст. Он столько греется сильно диод шутки тогда. Если, ещё раз говорю, поменять диод, поставить мощный, то будет, наверное, так и работать. Ну, ладно, всё. В общем, в следующей части, не знаю, уже осталось тут собрать в корпус эту всю беду. Посмотреть, надо ли нам тут ещё точной подстройки дополнительные резисторы. Ну, наверное, не надо. Стоит городить вот это кучу всего, усложнять. Ну, посмотрим. Может быть, как-нибудь, не знаю, соберусь на Ардуино сделать регулировку. Вместо резисторов будет Ардуино нам выдавать настройку. Можно даже и для отображения, ну, хотя бы сделать, чтобы задавал. Не знаю. Будет время. Попробуем. Ладно, всё. Конец этой части. Следующей, в общем, ждите. Что-то ещё будет интересное. Продолжение следует...